Девушки отдыхают Девушки отдыхают Сейчас компьютер определит, кто из класса займет место рядом со мной И главным игроком становится номер 14 Привет, как тебя зовут? Здравствуйте, меня зовут Катя Катя, ну я вижу, что счастлива, что компьютер выбрал тебя Да, я очень рада Не боишься сразиться с классом? Нет Уверена в своих силах? Практически Тогда спускайся ко мне, я тебя жду Итак, наш главный игрок Екатерина Шелест Катя, расскажи нам, в каком классе ты учишься, в какой школе? Я учусь в гимназии номер 11 города Королёва в 8 классе Гимназия? Да Она отличается чем-то от обычной школы Да Как я понимаю Чем? Мы делаем уклон на иностранные языки На какие именно? Английский, французский Катя, я знаю, что ты очень спортивная девочка Да Чем ты занимаешься? Я занимаюсь художественной гимнастикой 12-й год 12-й год? Да Художественной гимнастикой? Да Извини за нескромный вопрос, сколько тебе лет? 14 будет То есть ты с двух лет начала заниматься гимнастикой? Да Вот это да Я уже кандидат мастера спорта Молодец А какие-нибудь награды, кубки, медали? Ну, 10 кубков 10 кубков, вот это да И, наверное, где-то 46 медалей 46 медалей! Ребят, ну это очень много, это очень много 46 медалей, 10 кубков и, наверное, невероятное количество грамот Да, три папки Три папки уже, грамот! Ты не считала, сколько у тебя грамот? Нет Ну, еще чуть-чуть, и ты меня перегонишь Ты знаешь, сколько у меня кубков и медалей? Нет У меня 180 медалей И почти 50 кубков Вау Катя, ну, я знаю, что ты еще занимаешься артистическим танком И даже завоевала серебро на чемпионате Европы Да А что это такое за артистический танец? Ну, как, я занимаюсь в хореографической школе имени Светланова Так И там мы как-то придумали номер Я как постановщик Ты выступала еще и как постановщик танца? Да А что значит вот артистический танец? Чем он отличается от обычного танца? Это танец более выразительный должен быть То есть там следят за вашими эмоциями И уделяет этому больше всего внимания То есть нужно быть еще и актерами Да Играть свою роль А это какой-то коллективный танец? Мы танцевали четверкой Девочки? Да Какая интересная у тебя жизнь Ты, наверное, объездила многие страны Да Где тебе больше всего понравилось? Ну, мне понравилось в Америке и в Испании Поэтому ты хочешь стать дипломатом? Да, сначала дипломатом, потом, может быть, президентом Первой женщиной Да Президентом Российской Федерации Вот так, ни много, ни мало Да Ты уверена, что ты справишься с этой ролью? Ну, я очень стараюсь Я иду к этому Как ты стараешься? Что ты делаешь для этого? Ну, во-первых, надо учиться Надо знать предметы, а не изобрить их Я вижу, Катя, что у тебя планка высокая Да Я понимаю, что и в игре нашей ты наверняка, ну, меньше, чем на суперприз не рассчитываешь Ну, не знаю, я очень стараюсь Ты будешь очень стараться Я тебе желаю удачи, Катя Спасибо И напомню правила игры Они очень просты Либо ты их Да Либо они тебя Да И тебе и классу задаются одни и те же вопросы С каждым выбившим участником количество баллов прибавляется Чем больше соперников ты выбьешь, тем больше баллов сможешь заработать Ну, а если ты одержишь победу над всеми, ты получишь суперприз Если же ты отвечаешь неверно, ты покидаешь нашу игру ни с чем А твои соперники поделят между собой заработанные тобою баллы Катя, ты готова? Да Класс! Вы готовы? Да Тогда мы начинаем игру «Один против всех» И переходим к первому вопросу, его стоимость – один балл На чем стоит Москва, согласно легенде? Вариант А – на семи холмах Вариант Б – на трех китах Вариант В – на честном слове Сначала отвечает наш класс У вас 10 секунд, время пошло Ответы приняты Катя Как мне известно, согласно легенде, Москва стоит на семи холмах Ты уверена? Да Нажимай на кнопку Итак, Катя выбрала вариант А – на семи холмах Ну, а сейчас мы узнаем правильный ответ Совершенно верно А ты знаешь, когда возникла эта легенда? Нет Может быть, кто-нибудь из класса нам поможет Но для начала я хочу узнать, как ответили твои соперники Вот так сюрприз Номер 14 Мне очень любопытно, какой вариант ответа ты выбрала? Я выбрала на честном слове Я никогда не слышала никакой легенды Но ты слышала, что Москва стоит на честном слове, раз ты выбрала этот вариант? Я не слышала ни одного из этих вариантов А номер 15 что нам скажет? Я подумала, что земля стоит И, соответственно, выбрала вариант Б Да На трех китах, да? Кто из класса знает, когда возникла эта легенда? Номер 19 Мне известно, что при каком царе, точно не помню, но, по-моему, это Иван Грозный Начала формироваться теория о том, что Москва – это Третий Рим Так как, по легенде, Рим стоял на семи холмах Константинополь, Второй Рим, тоже, по легенде, стоял на семи холмах Вот и порешили, что Москва, раз это Третий Рим, тоже должна стоять на семи холмах Я придерживаюсь этой точки зрения Итак, Катя, первый вопрос тебе приносит 3 балла И мы переходим к следующему вопросу Его стоимость – 1 балл Как называется цепь бульваров в центре Москвы? Вариант А – бульварное колье Вариант Б – бульварное кольцо Вариант В – бульварный браслет Игроки, время пошло Ответы приняты, Катя? Ну, я точно не знаю, но можно исключить точно те ответы, которых, наверное, не может быть Это бульварное колье и бульварный браслет Но остается только вариант Б – бульварное кольцо Я нажимаю Нажимаешь Итак, Катя выбрала вариант Б – бульварное кольцо Ну, а сейчас правильный ответ Так и есть, это бульварное кольцо Ну, вопрос, Катя, на самом деле очень простой Да, легкий И я думаю, что на нем ты не заработаешь ни одного балла Ну? Давай посмотрим Нет Один балл ты все-таки зарабатываешь Благодаря сопернику под номером 20 Мне трудно поверить, что ты не слышала словосочетание «бульварное кольцо» Не слышала никогда? Ну, возможно, слышал Ребят, кто знает, какие бульвары входят в бульварное кольцо? Номер 21 Ну, могу предположить, что цветной бульвар, бульвар Дмитрия Данскова Коль, ты вообще сейчас назвал те бульвары, которые не входят в бульварное кольцо Номер 19 Могу предположить, что туда входит Сретенский бульвар Больше назвать не могу И, наверное, еще Арбатский бульвар Арбатский проспект Арбатский проспект Есть такой? Разве? Нет Сейчас Гоголевский бульвар Есть такой, ребят? Да Страстной бульвар Чистопрудный бульвар Сретенский бульвар Тверской бульвар Никитский бульвар Рождественский бульвар А может быть, кто-нибудь в классе знает, как возникло бульварное кольцо? Что было на месте бульварного кольца в древности? Номер 18 Даша Я могу предположить, может быть, на месте бульварного кольца был ров, который ограждал крепость внутри него А это были крепостные стены белого города И окружали они центр Москвы И на этом месте образовалось бульварное кольцо Катя, этот вопрос тебе приносит еще один балл Итого у тебя становится 4 балла И мы двигаемся дальше Третий вопрос Разыгрывается один балл Как образно называют Москву? Вариант А Голубоглазая Вариант Б Златоглавая Вариант В Чернобровая Класс! Время пошло! Ваши ответы приняты Катя? Ну, как мне известно, это Москву образно называют Златоглавая Москва Нажимай на кнопку Катя выбрала вариант Б Златоглавая Ну, а сейчас правильный ответ Конечно же, Москва Златоглавая Ну, вопрос опять из простых Все ответили верно Итак, Катя Первый этап вопросов пройден Мы переходим к следующему И это означает, что именно с этого момента ты можешь начать использовать подсказки У тебя их три Первая подсказка – мнение одного игрока Вторая подсказка – мнение большинства участников И третья подсказка – ты можешь пропустить вопрос Ну, и к тому же в любой момент до объявления вопроса Ты можешь забрать свои заработанные баллы И уйти победительницей нашей игры Все понятно тебе? Играем дальше Да Четвертый вопрос, его стоимость – два балла Какое здание отсутствует на Красной площади? Вариант А – исторический музей Вариант Б – останкинская телебашня Вариант В – собор Василия Блаженного Игроки, время пошло Ответы получены Катя Ну, я на сто процентов уверена, что это останкинская телебашня Так как исторический музей есть на Красной площади, я там была Также я была в соборе Василия Блаженного И на останкинскую телебашню я тоже поднималась наверх И где она находится? Точно не помню Ну, в Останкинске Точно Нажимай на кнопку Итак, Катя выбрала вариант В – останкинская телебашня Ну, а сейчас правильный ответ Катя, а ты знаешь, какую высоту имеет останкинская телебашня? Не, я не помню 540 метров Она 8 раз выше собора Василия Блаженного Ну, а теперь правильный ответ Конечно Вариант В – правильный Что-то мне подсказывает, что и на этом вопросе ты баллов не заработаешь Да Давай проверим Да Так и есть Все ответили верно на этот вопрос И это означает, что у тебя по-прежнему 4 балла 21 соперник классе И на очереди пятый вопрос Его стоимость Три балла Как называется башня Московского Кремля, в которой был устроен первый московский водопровод? Вариант А – водовзводная Вариант Б – водометная Вариант В – водопроводная Класс, время пошло Ответы приняты Катя Ну, мне кажется, это точно не водовзводная И, наверное, не водометная тоже Мне кажется, это водопроводная В Катя, ты можешь воспользоваться подсказками Ну, я, наверное, пропущу этот вопрос Итак, Катя выбирает подсказку Пропустить вопрос Катя, ну, если бы у тебя не было такой возможности Какой вариант ты бы выбрала? Я бы В В – водопроводная Ну, давай узнаем правильный ответ Это не водопроводная, а водовзводная Тот вариант, от которого ты сразу отказалась Тебе интересно, как ответил Класс? Очень интересно Очень интересно И мне интересно Давай посмотрим Как много неверных ответов Десять игроков не справились с этим заданием Ребят, почему эта башня так называлась? У нас есть две руки Номер 18, Даша Здравствуйте Я была в музее воды И там был посвящен зал Именно этой башне Поэтому я и запомнила ее правильное название Нам рассказывали, как там подавали воду А расскажи нам Как ее подавали? Там, в этой башне, находилось колесо, которое крутили то ли ослы, то ли лошади И на это не очень запомнила Еще они там в музее рассказывали, что самой чистой водой пользовались цари и самые высшие общества А самой мыльной и грязной водой пользовались крестьяне и так далее А в каком веке и в каком году это было? Ты не помнишь? Нет Номер 7 знает Маша Если я не ошибаюсь, это было где-то в 16 веке В 17 веке Это было в 1633 году Именно в 1633 году установили подъемную машину Спроектировал ее Христофор Головей Вода подавалась из Москвы реки в Кремль И это был первый в Москве водопровод из баков Баки были поставлены на этой башне вверху И вода самотеком по трубам расходилась по кремлевским постройкам Катя, ты выбрала подсказку пропустить вопрос И те игроки, которые ответили неверно, остаются в игре Играем дальше? Да Шестой вопрос и его стоимость 4 балла Какой русский живописец 19 века создал почти 6000 морских пейзажей? Вариант А. Иван Айвазовский Вариант Б. Иван Шишкин Вариант В. Исаак Левитан Игроки, время пошло Ответы получены Катя Ну, я помню, мне бабушка рассказывала Она у меня очень хорошо разбирается в культуре Да И если мне не изменяет память, то это был Иван Айвазовский Что мы будем делать? Ты нажмешь на вариант А Будешь дальше думать Ну, я сейчас... Или используешь подсказку? Нет, подсказку я пока не хочу использовать Наверное, да, я нажму на вариант А Итак, Катя, ты выбираешь... Вариант А Вариант А. Иван Айвазовский Ну, а сейчас мы узнаем правильный ответ И это правильный ответ Память тебя не подвела Ну, давай посмотрим, как ответили твои соперники на этот вопрос Два человека ответили неверно Номер восемь Сама даже до сих пор не понимала, почему я взяла Исаака Левитана А номер четыре какой выбор сделал? Я тоже ответил вариант Исаака Левитана Ну, потому что я совсем не разбираюсь в живописи Ребят, а кто разбирается в живописи? Только один человек из вас? Нет Три, четыре, пять, шесть Прекрасно! Может быть, кто-то помнит, в каком городе жил и работал Иван Айвазовский? Ага, сразу все руки отпустили Или номер девятнадцать хочет сказать? Предположить могу Предполагай Предполагаю Так как картины Айвазовского некоторые Несколько я видел Стоят в Третьяковской галерее Скорее всего, он работал в Москве А что изображено на картинах Айвазовского, ты помнишь? Запомнившаяся самая картина называлась, по-моему, «Шторм» Или корабль На Москве реке часто бывают штормы? Нет Значит, где-то либо в Прибалтике, либо ближе к Черному морю Айвазовский жил в Крыму, в Феодосии Он был маринист, то есть писал море По словам художника, он создал около шести тысяч картин И где-то четыре тысячи из этих шести посвящены именно теме море Восемь баллов, Катя, ты зарабатываешь на этом вопросе Итого у тебя становится Двенадцать баллов Двенадцать баллов И две подсказки у тебя в запасе Играем дальше? Да Седьмой вопрос И его стоимость пять баллов В каком российском городе находится русский музей? Вариант А. Великий Новгород Вариант Б. Москва Вариант В. Санкт-Петербург Класс! Время пошло! Ваши ответы приняты Катя Я не знаю точно Нет вариантов? Нет Я пока думаю Думай Ну, я выбираю между двух вариантов Москва или Санкт-Петербург Ты была в Санкт-Петербурге? Да, была Ты посещала там какие-нибудь музеи? Нет, ну посещала музеи, очень много посещала Какие? Мы были в Зимнем дворце, Эрмитаже Потом мы гуляли по Царскому селу Ну, в общем, очень много где были Да Так, а в Москве в каких музеях ты была? Ну, исторически, как я уже сказала Потом в Пушкинском До Третьяковки мы еще не дошли Вот, и... Ну, я выбираю подсказку мнения одного игрока И я хочу посоветоваться с номером 7 Пожалуйста Да Маш, ты не можешь мне подсказать Где именно находится Русский музей? Насколько я знаю, Русский музей находится в городе Санкт-Петербург Спасибо А ты была сама в Петербурге? Да, я была в Санкт-Петербурге Ты его посещала? В Русском музее я не была Но я помню, что он именно там Потому что мы хотели сходить, но времени не было Спасибо Все Ну, я думаю Я выберу вариант В Санкт-Петербург То есть ты решила согласиться с мнением Маши? Нажимай на кнопку Итак, Катя выбрала вариант В Санкт-Петербург А сейчас мы узнаем правильный ответ И это правильный ответ Маша тебя не подвела Катя, итак, мы знаем, что Маша ответила верно на этот вопрос Ну а как ответили остальные твои соперники? Давай посмотрим Да Десять игроков ответили неверно Ребят, русский музей Это первый в стране государственный музей русского изобразительного искусства Он был основан в 1895 году По указу императора Николая Второго Не очень жаль, но вы покидаете нашу программу И приносите Кате Сколько баллов? Посчитала уже? Я не знаю стоимость вопроса, не помню Пять баллов Пять баллов Пять баллов И десять игроков ответили неверно Пятьдесят баллов Пятьдесят баллов Ты зарабатываешь только на этом вопросе Итого, Катя, у тебя становится Шестьдесят два балла Девять игроков в классе И одна подсказка в запасе Я буду играть Пока не кончится подсказка А потом посмотрю Вопрос номер восемь И его стоимость шесть баллов Памятник какому русскому князю Установлен напротив здания мэрии Москвы Вариант А Александру Невскому Вариант Б Дмитрию Донскому Вариант В Юрию Долгорукому Игроки, время пошло Ваши ответы приняты Катя Я часто ездила в мэрию на елке На детский, когда была маленькая И помню, что памятник Установлен князю Юрию Долгорукому Ты уверен в этом варианте? Нажимай на кнопку Итак, Катя выбрала вариант В Юрию Долгорукому Ну а сейчас правильный ответ Совершенно верно! Ну давай посмотрим, как ответили твои соперники Да, четыре человека этого не знали Номер один Нелли Я часто ездила в мэрию на елку, когда была маленькая Но меня интересовала сама елка, а не то, что перед зданием мэрии Вообще мне казалось, что Юрию Долгорукому в Москве только один памятник где-то в центре Тверская улица, Тверская площадь Это же центр Москвы Там, где и находится мэрия А напротив мэрии стоит памятник Юрию Долгорукому Причем памятник князю Юрию Долгорукому установили в Москве в 1954 году Так что памятнику уже 60 лет Мы прощаемся с игроками, которые ответили неверно И они тебе приносят, Катя, еще 24 балла Стремительно пополняется твоя копилка За последние два вопроса ты заработала 74 балла Вот это результат Итого у тебя становится 86 баллов В классе осталось 5 человек и одна подсказка в запасе Ну, как я понимаю, мы играем дальше, пока подсказки у тебя не кончатся В каком веке Москва отметит официальное тысячелетие? Вариант А в 21-м Вариант Б в 22-м Вариант В в 23-м Класс, время пошло Ответы приняты Катя Ну, я забыла дату основания Москвы А век Ты помнишь, в каком веке была основана Москва? Нет, не помню Катя, ты можешь воспользоваться своей последней подсказкой Нет Это мнение большинства игроков Я отвечу Б Интуиция тебе подсказывает, что верный вариант Б 22-й век Да Ты можешь нажать на кнопку Можешь взять подсказку Я нажму Ты нажмешь? Да Итак, Катя выбрала вариант Б 22-й век Ну, а сейчас мы узнаем правильный ответ И это правильный ответ Все-таки интуиция у тебя четко работает Да Или ты привыкла рисковать? Не знаю Не знаю Я себя плохо знаю Ну, давай посмотрим, как ответили твои соперницы на этот вопрос Все ответили верно Девочки, кто из вас знает, в каком году была основана Москва? Номер 7 В каком году точно была основана Москва, доподлинно неизвестно Также доподлинно неизвестно, основал ли ее Юрий Долгорукий или нет Однако, где-то в 1140-х годах она впервые упоминается в летописи Соответственно, примерно в 2147 году Москва отметит тысячелетие И будет это, соответственно, в 22-м веке Катя, этот вопрос баллов тебе не приносит У тебя по-прежнему их 86 Пять соперниц в классе и одна подсказка в запасе Мы идем дальше? Десятый вопрос и его стоимость 8 баллов В каком музее герой басни Ивана Андреевича Крылова не приметил слона? Вариант А Зоологический музей Вариант Б Кунсткамера Вариант В Музей естествознания Девочки, время пошло Ваши ответы приняты Катя Не знаю, если рассуждать логически, то, скорее всего, это будет А Но я навряд ли думаю, что это вариант А Ты знаешь вообще, о какой басне идет речь? Нет, я не знаю А о какой фразе идет речь? Может быть, знаешь? Ну, мне кажется, это не прямое значение Не прямое значение этой фразы Не приметил слона То есть, может, не заметил чего-то важного Мне опять подсказывает интуиция, что это вариант Б Ты была в Кунсткамере? Да, я была Тебе там понравилось? Да А слона ты там видела? Нет, я не видела слона Я отвечаю Б Ты доверишься своей интуиции и нажимаешь на вариант Б Итак, Катя выбрала вариант Б Кунсткамер Ну, а сейчас мы узнаем правильный ответ И это действительно Кунсткамера Ну, я даже не знаю, что у тебя там в голове происходило Как можно чисто интуитивно выйти на этот вариант? Не знаю Ну, ты приняла верное решение Теперь давай узнаем, как ответили твои соперницы на этот вопрос Ага Три игрока ответили неверно И только две девочки справились с заданием А какой басне идет речь, вы знаете? Номер семь, Маша Здравствуйте Я не помню точно название басни Но, кажется, речь шла о том, как два соседа встретились Один из которых стал нахваливать ему всякие мелочи и чудеса на его взгляд Которые он увидел в кунсткамере И на вопрос, а приметил ли ты слона? Он сказал, а слона-то я и не заметил Совершенно верно, Маш А басня называется «Любопытный» Три игрока, которые ответили неверно, прекращают игру и приносят Кате 24 балла Теперь у тебя, Катя, в копилке 110 баллов И две соперницы в классе, но и к тому же одна подсказка сохранена Играем дальше, Катя? Я думаю Или ты задумалась? Я думаю Ты думаешь Да, я буду играть Следующий вопрос И его стоимость 9 баллов Каким лакомством Коломна славится настолько, что там даже открыт соответствующий музей? Вариант А – медовуха Вариант Б – пастила Вариант В – халва Девочки, время пошло Ваши ответы приняты Катя? Я вообще не знаю И интуиция мне не подсказывает Ничего Никаких вариантов А ты в Коломне была? Нет, я не была Не была Я выбираю подсказку мнение большинства Итак, Катя решила воспользоваться подсказкой Мнение большинства Ты понимаешь, что в этом случае ответ большинства становится и твоим ответом автоматически Катя? Да Компьютер, покажите нам самый популярный ответ на этот вопрос Это пастила Теперь это и твой ответ также Хорошо Ну, давай теперь узнаем правильный ответ И это правильный ответ Музей «Коломенская пастила» расположен во флигеле старинной купеческой усадьбы Сурановых Открыт этот музей был в 2009 году То есть ему всего 5 лет Компьютер Мы уже знаем, что девочки ответили верно Но давайте в этом удостоверимся Ну, Катя, посмотри Сильные у тебя очень соперницы Ответили верно Подсказки ты использовала В твоем активе 110 баллов Что ты будешь делать дальше? Я беру баллы Ты хочешь забрать баллы? Да Ты уверена? Да Это твое окончательное решение Да Хорошо Итак, Катя зарабатывает 110 баллов И становится победительницей нашей игры Итак, Катя, мы тебя поздравляем Это твой сертификат на 110 баллов Их ты можешь обменять на ценные призы И ты становишься победительницей нашей игры Ну, это была великолепная игра Тебе само это понравилось, да? А помнишь твои сомнения? Удастся ли тебе сегодня дойти до конца? Удастся ли победить? Вот видишь, все удалось Ты правильно настроилась Поздравляем тебя Спасибо за игру И мы провожаем Катю аплодисментами Это было интеллектуальное шоу для школьников Один против всех Я, по повершенно яна, прощаюсь с вами Уже совсем скоро будет новая игра и новые герои До встречи В нашей программе нет проигравших Подарки получают все участники игры Но супер-приз достается сильнейшим Это интеллектуальное шоу для школьников Один против всех Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова